Что такое душа? Душа является основой жизни и цельности живого существа. Звучит сложно, но это не так. Возьмем, например, эту курицу. Ее зовут Пеструшка. Она счастлива и может бегать сколько захочет. 3, 2, 1 Теперь Пеструшка – мертвая курица. Внешне мало что изменилось, разве что поза. Однако появилось огромное отличие. Несколько секунд назад Пеструшка была еще живым существом. Теперь же она и не жива, и, строго говоря, уже даже и не курица. Со смертью ее тело начало разлагаться. Все отдельные части можно сложить в кучку, но не в одно целое. Нет ничего внутри, что держало бы все эти части вместе, в форме живущей курицы. Принцип, причина, которая соединяла разные части в живущее единство, известна как душа. Но когда люди говорят о душе, разве они не имеют в виду человеческую душу? Это правда. Сегодня, когда мы говорим о душе, мы подразумеваем душу человеческую. В прошлом же древние греки, определяя понятие души, использовали его в более широком значении. Они проводили различия между вегетативной душой растения, чувственной душой животных, разумной душой человека. Конечно же, философы особенно интересовались душой человека, и много о ней рассуждали. Поэтому, когда мы сегодня говорим о душе, то обычно подразумеваем разумную душу человеческого существа. Но почему же душа человека такая особенная? А это благодаря двум способностям – разуму и воле. Они делают душу чем-то духовным, выходящим за границы материи. Это приводит к двум интересным вещам. Первое. Материальные вещи могут порождать только материальные, но не духовные. Значит, у души должен быть другой источник. Этим источником является Бог. Каждая человеческая душа непосредственно сотворена Богом. Второе. Материальные вещи состоят из частей, поэтому могут ломаться и распадаться на части. Душа является духовной сущностью. В отличие от материи, она не имеет никаких частей. Она не может сломаться или испортиться. Душа человеческая бессмертна. Итак, подведем итоги. Душа – это основа жизни и единства живого существа. Сегодня, говоря о душе, мы чаще всего думаем о душе человеческой. Душа человека уникальна, так как является духовной сущностью. Она сотворена Богом и бессмертна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok